Здравствуйте дорогие друзья, с вами компания Кровмонтаж и я Мороз Алексей. На этом объекте мы производим капитальный ремонт мансардной кровли, боремся с конденсатом, устраняем причины его возникновения, перебираем весь мансардный пирог. В этой части мы расскажем о монтаже обрешетки, устройства вентиляции мансардной кровли, произведем монтаж металлочерепицы, устройства яндовые и подшивка с софитом. С внутренней частью мансардной кровли мы разобрались. Намонтировали пароизоляцию с проклейкой всей стыков, утеплили в 200, нарастили бруском 50 миллиметров. Перейдем к наружной части. Основным моментом мансардной кровли является вентиляция за счет бруска, контрабрешетки. Мы используем брусок 50 на 50. Снизу образуется зазор на карнизе кровли 50 миллиметров. Здесь будет подхватываться воздух и выходить на коньке. Капельник конденсата подсовывается под этот брусок и на него клеится гидролизационная мембрана. Если образовывается конденсат, то наша мембрана будет выводить его за пределы кровли. Эту кровлю мы наращивали по 10 сантиметров во все стороны, по фронтонам и по карнизам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай! Поработаем маленько. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, ендовый вообще комар носа не должен подточить. Самый важный элемент на кровле. Как, впрочем, и все остальное. Произведем монтаж ендовой. Свяжем две ендовые в коньковом соединении. Что хотелось бы сказать по поводу обрешеток. Выставлена обрешетка для металлочерепицы. По осям 35 сантиметров. Она как раз в этом месте будет внизу волны крепиться саморезом. Эта часть, она прилегает, лежит на обрешетке. Здесь пустота под металлочерепицей. Если закрутить сюда саморез 28-й, он плотно не будет прижимать, а плотно будет прижиматься саморез именно внизу. Прокручивается через волну. Под самую волну я даже не смотрю, есть там обрешетка или нет. Я знаю точно, что она там есть. Но под ендовую, вот угол ендовый, надо обязательно обрешетку уплотнять. Ендовая такой элемент, там будет накопление снегом, глыб и так далее. Ендовая выполнена из гладкого листа, не сгофрирована, а с гладкого. Поэтому на вот этих пролетах возможны перегибы ендовый. Поэтому нужно сделать дополнительную обрешетку. Ну что, приступим. Вот так называемая ендовая. Это внутренний угол крыши. Наши специалисты в цеху заготавливали. Она укладывается вот в это место. Будет укладываться металлочерепица с этой стороны и с этой. И вода будет сходить со ската крыши, падать вниз. Важны эти бортики. Если очень крутой наклон крыши, то вода может перескатывать легко. Это кровельный гвоздь оцинкованный. Вот такой небольшой длины. А если длинным будете забивать, то проткнете мембрану. Вот так крепится ендовая, не пробивая гвоздями. Соединение верхних двух ендов в этой точке. Я покажу, как сделать замковым способом. Серега, пойди попей чайку пока. Отдохни. Музыка. 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 Продолжение следует... 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 Прежде чем монтировать водосточку, необходимо сделать подшивку карнизов софитами. Это специальная фризовая полоса, сюда вставляется софит. А вот это G-профиль, он крепится к стене, таким образом, на саморезы. Срезается лишний размер фризовой полосы и загоняли его под капельник конденсата. Всегда нужно использовать фризовую полосу. Если вы тоже будете обшивать это софитом, то здесь будет уголок. Туда будет захлестывать вода. Софит у нас компании Дёки. Вот такой замочек есть с одной стороны. И место для зацепа с противоположным. Нужно замерить размер от окантовки внутренней части до внутренней части софита. И нарезать, чтобы он свободно ходил в посадочных местах. Там буквально полсантиметра. И цепляем в этот замочек. Есть прорезы для саморезов, уже готовые. В них нужно закручивать саморезы. Пластик, он на жаре расширяется, на холоде сужается. Нужно обязательно оставлять зазор, как будто вы по шляпку саморезам всунули монетку 10 копеечную. Точно таким же образом софиты нарезаются и прокручиваются все карнизы кровли по кругу. Установили систему снегосдержания. Полтора сантиметровая ступенька. В этом месте устанавливаются резиновые компенсаторы. Специальными болтами и глухарями закручиваются. Эта же резинка уплотняет это отверстие от протечек. Одна резинка, а здесь две. Из-за скачка вот этой металлочерепицы. Снегосдержание установили мы трубчатые. Трубки овальные. Овалом они стоят навстречу снеговой нагрузке. Их задача, задерживая снег, крошить и пропускать сквозь себя малыми порциями. Резкий, неожиданный сход снега может доставить много неприятностей. Здравствуйте, Николай. Включил тепло, превзошел перепад температуры. И у меня пошел конденсат. Конденсат был очень сильный. Заливалось все стены. А как вы узнали его телефон? Ютуб. Набрало Ютуб. А, в Ютубе? Да. Увидел работу Алексея. Мне очень понравилось. Алексей мне по телефону объяснил, что мне надо сделать. То есть выключить отопление. Я его выключил, конденсат остановился. Приехал Алексей. Да. Показал все ошибки моих специалистов, бывших. И хочу сказать, господа, если у кого-то есть лишние деньги, и вы не знаете, как спустить их на ветер, обращайтесь ко мне. Если вы хотите сделать один раз ненадежно, обращайтесь к Алексею. Надо заплатить один раз и сделать это качественно, а не переделывать. Спасибо за теплый отзыв. Когда бы вы уже сделали гипсокартон, лепнину, и потом вы поняли, умножалось бы все на два. Ремонт на этой мансардной крыше подходит у нас к концу. Если соблюдать технологию, так как постарались мы вам показать, то никакого конденсата не будет на вашей кровле. И ваша кровля будет служить долго. С вами была компания Кровмонтаж, и я, Мороз Алексей. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...